Добрый день, дорогие мои слушатели и зрители! С этого дня я решила свой канал посвятить не только кройке и шитью, но и, собственно говоря, в целом нашей с вами жизни. Прожив довольно долгую уже жизнь, у меня, собственно говоря, в ней всё было, как я говорю, улыбаясь своим ученицам. И поэтому есть какая-то надежда, возможность, что мой жизненный опыт кому-то поможет обрести себя, кому-то поможет выйти из трудного положения и кому-то поможет, в конце концов, обрести устойчивость, покой и счастье. Что там говорить в этой жизни? Потому что чем бы мы с вами ни занимались, какую бы профессию мы себе не выбрали, осознанно или неосознанно, все мы стремимся к одному. Все мы хотим очень простому нашей жизни. Мы просто хотим быть счастливыми. Так вот, этот канал и будет о том, и мои рассказы, мои коротенькие видео будут о том, как маленькая девочка из маленького уральского городка, Галя Беляева, не перестала быть маленькой, но в конце концов научилась быть счастливым человеком. Какой путь я прошла? Какие ошибки я сделала? Какие выводы за ними последовали? И что в конце концов привело меня к тому моменту в моей жизни, где нахожусь сейчас я? Когда у меня на самом деле, по большому счету, все благополучно. Я являюсь автором многих книг. Я занимаюсь любимым. Но это даже не самое главное, хотя очень много для меня значит. Я занимаюсь любимым делом. У меня нормальная, хорошая семья. Да, немножко все происходит не так, как могло бы быть в идеале. Мы редко очень видимся, потому что мы разбросаны и по разным городам. Если в одном городе в Москве, то далеко друг от друга. И вы знаете, как живут люди. Даже в этой Москве как редко им удается встречаться, потому что мегаполис накладывает свои отпечатки. И мне от этого, конечно, грустно и хотелось бы видеться почаще. Но жизнь такова, какова она есть. Муж мой, Владимир Николаевич, он живет в Челябинске. И когда я введу здесь трехмесячный свой курс, конечно, на это время мы расстаемся совершенно. Ну, я сейчас хочу сказать не о себе и не об этом. А хочу я сказать вот о чем сегодня. Сегодня я очень люблю читать. Для меня чтение перед сном – это лучшая таблетка от бессонницы. Для того, чтобы заснуть много-много лет, у меня привычка такая была с детства, минут 15 мне нужно почитать. И вот как-то приезжаю я в Челябинск на свои каникулы, и Володя принес с работы такую самиздатовскую стопочку листочков, отпечатанных формата А4. Я читаю название «Юрий Мухин. Три еврея» или «Как хорошо быть инженером». Это перепечатка книги. Это было лет, наверное, уже 8 назад. Ну и от того, что мне нечего читать, я начинаю ее читать. И вы знаете, я не могла от нее оторваться. Вот сегодня я хочу рассказать вам об этой книге, об этой идее, которую этот человек, Юрий Мухин повторяет «Три еврея» или «Как хорошо быть инженером» – другое название. Об этой идее, которую он пропагандирует, которую он рассказывает вот в этой своей книге. Почему? Да потому что она настолько подходит мне, моему мироощущению и моему мировосприятию. Я думаю, что я не какая-то особенная, я не отличаюсь от большинства тех, кто меня слушает. И может быть, вам это тоже подойдет и вам это тоже будет интересно. Значит, о чем эта книга? Такое название требующее, непривлекательное, я бы даже сказала, название. И не очень-то мне хотелось ее читать. Но начав читать, я не могла от нее оторваться. Итак, о чем же эта книга? Книга ведется от имени, пишет это реальный человек Юрий Мухин, который в свое время, ну он возрастной, конечно, человек, описывается жизнь в нашем Советском Союзе. То есть, когда еще был Союз, когда мы все жили с вами дружно, и он родом из Днепропетровска, то есть это украинец настоящий, и выбрал он профессию инженера. Совсем не ту, которую он хотел выбрать, потому что у него были какие-то другие планы. Но папа сказал, что ты должен пойти в институт около этого дома, около нашего дома, и он пошел в этот институт. Придя в институт, он незаметно для себя втянулся в учебу. По мере узнавания предмета самого, по мере погружения в этот предмет, у него появился интерес. И дальше больше. И дальше больше. Чем больше он узнавал профессию, профессия у него называется ферросплавное производство, как сейчас помню. Я даже поняла, что это такое, разобралась в этом вопросе, потому что настолько он писал об этом толково, интересно, очень простым, доступным языком. Но сейчас, видите, если раньше, когда писал Лев Толстой, Тургенев и Достоевский, были, наверное, какие-то правила написания вот этих вот текстов, больших книг, произведений, то сейчас люди пишут, люди не имеют никакого специального литературного образования. Они пишут, потому что просят душа. Я называю эту писанину такую же, как и у себя. О чем вижу, то и пишу. То есть, что я вижу, о том я и рассказываю. Это просто пересказ каких-то событий жизненных. Вот простым человеческим языком, безо всяких затей, он рассказывает о своем жизненном пути. И идея этой книги заключается в том, что куда бы его не бросала жизнь, а она нас бросает порой совсем не туда, куда нам хочется, например, полюбив в конце концов вот эту специальность и увлекшись ей, этот человек захотел уйти в науку. То есть, в ту пору было достаточно престижно остаться на кафедре, развиваться дальше, работать, получать кандидатские степени и заниматься наукой. И он шел к этому пути. Но случилось так, что места были лимитированы, на его место отдали, будем называть вещи своими именами, по Владу какому-то родственнику. И ему предложили распределение куда-то, извините, в Тьму-Таракань. Тьму-Таракань находилась тогда в Казахстане. И что было человеку делать? Да, огорчение, но он должен был смириться с судьбой. И он смирился, и он поехал, думая, что он там проведет два года. И после этого он обязательно вернется в свою науку и будет продолжать заниматься любимым делом в родном городе Днепропетровске. Вот такие у него были жизненные планы. Но, приехав на это производство, оказавшись всего лишь навсего каким-то мастером, он даже, по-моему, начал с профессии рабочего человека, немного погодя, сделался мастером, дальше больше пошла у него какая-то карьера и так далее, для него опять же стало неожиданным, что погрузившись в эту среду, не ожидая, что вот этот вот какой-то бытовой уровень не очень устроенный и какие-то трудности в климате и во всем, и бедность вот этой и так далее, и неустроенность, и что все это им будет временно и ненадолго, но случилось так, что он втянулся вот в это все, профессию свою он полюбил, дело, которое он полюбил, это для него стало страстью, он увлекся этим и полюбил ту жизнь, и ту среду, в которой он оказался. А полюбив свое дело и эту среду, в которую он пришел неосознанно, а волею судеб и воле обстоятельств, он обрел свое собственное счастье. Интерес, страсть, удовлетворение от жизни. Понимаете, и книга на самом деле о том, что вот идея, главная идея этой книги заключается в том, что куда бы нас судьба не бросала, что бы в нашей жизни не происходило, чтобы быть счастливыми, нужно принять эту ситуацию, нужно сначала ее просто-просто принять и потерпеть какое-то время, потом попытаться найти в ней что-то для себя интересное, потом немножко углубить знания в этой области. Понимаете, а потом у вас появится интерес, кураж, и вы будете с удовольствием ходить на работу, и вы будете с удовольствием погружаться в то или иное дело. Но проанализировав потом свою жизнь, вернее, я читала и, конечно, все это соотносила с той жизнью, которую прожила сама. Посмотрите, несмотря на то, что у меня была любовь к шитью, начиная с детских лет, я, в общем-то, всю свою сознательную жизнь школьную, я занималась этим шитьем, очень рано я начала шить для себя, где-то сначала вязала воротнички и шила вот эти воротнички к школьной форме, а потом класса шестого я уже стала шить себе сама форму, класса седьмого-восьмого я уже стала это делать своим подружкам, которых у меня всегда было достаточно любимым моим маленьким. Триоли у меня было подружки, и сегодня мы с ними дружим. Редко видимся, но отношения дружеские, нежные, тёплые мы до сих пор сохраняли, сохраняем, перенеся это всё через всю жизнь, и этим я тоже очень счастлива. Мне кажется, лучше людей, достойнее людей, добрее, отзывчивее. Я в жизни не встречала, хотя мне очень везёт, и в мою жизнь очень часто приходят самые лучшие люди, обладающие самыми лучшими человеческими качествами. И я получаю истинное наслаждение от общения со своими ученицами, от общения со всеми теми людьми, которые приходят сегодня в мою жизнь. А приходит вас, надо сказать, очень и очень много. Последние дни 4-го, 8-го февраля пришло 28 человек, и я не знала, куда их посадить вместо 21-го. Но мы как-нибудь устроимся. Не об этом сейчас речь, а речь о том, что вернёмся назад. Я отвлеклась. Я часто отвлекаюсь, извините. Но постараюсь быстренько возвращаться обратно. Так вот, я пошла учиться всё-таки на учителя математики, потому что мне было становить... Можно было стать закройщиком сразу после школы, но закройщик не даёт высшего... Профессия закройщика не требовала высшего образования. Да, я бы закончила учебный комбинат, встала бы в отелье к столу и начала бы шить свои платьишки уже как профессионал. И получала бы от этого своё удовольствие. Но так как я училась хорошо, почти отлично, то, честно говоря, пятёрок было жалко. Это с одной стороны. С другой стороны, все мои учителя говорили, Галя, ты прирождённый педагог, потому что на самом деле, кроме того, что я очень любила шить, я ещё всю жизнь всегда любила рассказывать о том, что я хорошо умею делать, о том, что у меня получается. А рассказывая это, я всегда умела рассказать о сложных вещах простым доступным языком. И людям очень быстро становилось всё это понятно. И поэтому, действительно, я, наверное, как-то вот так случилось. У меня дедушка был, кстати говоря, учителем, сельским учителем, и первые годы моей жизни я провела с ним. То есть он учил со мной стихи, родители работали, и я провела, в общем-то, рядышком с моим великолепным дедушкой, ну, царство ему небесное. И, может быть, от него что-то мне досталось и по крови, и по каким-то привычкам. И поэтому я стала учителем математики. Да, ещё я любила очень математику. Я могла не уснуть или уснуть, решая задачу, а потом проснуться во сне, увидеть это решение, встать, записать его и потом только лечь спать. То есть я была фанатиком ещё и вот в этом вопросе. И так я стала учителем математики. Я любила эту профессию. Понимаете, работая в школе, я стала, будем говорить, хорошим, очень быстро стала хорошим учителем математики. Потому что мне говорили, ну, что это такая маленькая Галина Леонидовна сделала с этим классом, что с этим Серёжей там Герасимовым, который был безобразник и так далее, стал вдруг нормальным человеком, хорошим учеником, на него перестали жаловаться. Меня любили дети, меня любили родители этих детей. Я любила их, и у нас всё было хорошо. Я полюбила эту профессию. Но когда пришло время, сложились так обстоятельства, что подруга позвала меня на завод работать программистом, я почему-то пошла туда, потому что, ну, не буду вдаваться в подробности, я поменяла свою профессию. И став программистом, я снова полюбила. И изучая немецкий язык, мне пришлось писать программы на PL в английской версии. Тогда программы мы писали сами, они содержали до тысячи операторов. Это были вот такие вот здоровые распечатки на бумаге на белой. И нужно было, чтобы прошла трансляция, искать там определенные ошибки. Я могла делать это часами и получала от этого радость и удовольствие. Сами ставили себе задачи, были постановщиками задач. Я изучала, например, движение материалов, материалов на складе завода металлоконструкции. И представляете себе, я тоже была фанатиком своей профессии. Я тоже испытывала от этого счастье. Восьмичасового рабочего дня мне никогда не хватало. Я полюбила эту профессию. Но когда сложились обстоятельства, и я позволила себе уйти в закройщики на том же заводе металлоконструкции, я с радостью поняла, что вот оно, наконец-то пришло время, и мне пора переходить в эту профессию. Не было предела моему счастью. Не было предела. Тоже подробности опускаю. Но я думаю, вы догадываетесь, с каким удовольствием я бежала на работу, с какой радостью я бежала на работу. Потому что там меня ждали мои любимые выкройки, мои любимые платьишки, мои любимые клиенты и 9 человек бригады, которые надо было обеспечить работой. В те годы работы у нас было очень-очень много, когда я начинала. Прошло 15 лет. И как-то стало очевидно и понятно. Ну, во-первых, изменилось время в нашей стране. И работы в ателье стало гораздо меньше. Я уже на тот момент работала универсалом. То есть я и пальто шила, и платье. Если раньше только платье, то потом уже шили мы всё-всё-всё на свете с моей маленькой бригадкой на тот момент, три человека. Но пришло время, и я поняла, что эту страничку я должна закрыть в своей жизни. Я её закрыла и перешла на преподавание. Так тоже получилось, что я стала работать на кафедре дизайн-костюма, не имея специальной подготовки. Вспомнила про свой диплом учителя математики и огромный опыт закройщика. Меня взяли преподавать конструирование, моделирование, выполнение в материале, малижирование на кафедру дизайн-костюма в одном из вузов города Челябинска. И я опять попала в любимую среду, в которой чувствовала себя, как рыбка в воде, потому что во мне проснулся настоящий учитель. То, что я заглушила на эти многие годы, оно вылезло из меня наружу. Я полюбила своих девчонок, они полюбили меня, они ходили со мной табором. У меня на экзамене, я их быстренько научила своему методу кроя, безликальному методу кроя. У меня были одни пятерки. И я была очень счастлива. Я очень и очень полюбила тот период своей жизни, я полюбила свою профессию. Понимаете, ну вот как не быть счастливой, когда ты каждый день бежишь на работу с удовольствием. После этого у меня, я открыла свое ателье, это был довольно трудный период в моей жизни. Потом случилось по семейным обстоятельствам такое, так, что мне пришлось уехать в Москву и оставить это ателье в наследство своим девочкам. Я его не продала, я его просто им подарила. Они остались и в моем помещении, и остались с моим оборудованием, на моих материалах, с моими ножницами, с моими тряпочками, которые были куплены машинками на тот момент. А я оказалась в Москве. И этот период в моей жизни, я посвятила полностью уже, конечно, обучению. Никакого ателье у меня нет. Потихоньку, потихоньку, вот уже 10 лет я занимаюсь обучением. И вы, конечно, уже догадываетесь, я в очередной раз счастлива. Понимаете, мои дорогие, что бы с нами в жизни не происходило, книга, о которой мне хотелось сегодня вам рассказать, она посвящена, повторяю еще раз, Юрию Мухин. Называется она «Три еврея». Интригующее очень название. Прочитайте, вам понравится. Там какие только вопросы не задеты. Или «Как хорошо быть инженером». Книга на самом деле очень сильно подойдет юношам, подойдет молодым людям. Когда мой внук прочитал, без моего давления и уговоров, эту книгу, и пришел ко мне через месяц, это был совершенно другой человек. Он был повзрослевший, он относился ко мне совсем по-другому, он смотрел на меня с нежностью и любовью, несмотря на возраст, на иршистость, на какую-то определенную свою. То есть передо мной был другой человек. Настолько она учит и уважительному отношению к женщине, то есть и о любви эта книга, и о национальный вопрос она затрагивает, и главное отношение дружбы, отношение привязанности, отношение к профессии, отношение к делу, к которому ты служишь. То есть самое главное – это остановление самого себя как личности и как успешного во всех смыслах отношения. Ведь потому что только самоудовлетворенность, только успех, достижение каких-то задач, которые мы себе ставим, каких-то целей, которые мы себе придумываем, только ведь это дает нам ощущение настоящего человеческого счастья. Ну и, конечно, умение встретить нужного тебе человека, чтобы рядом была стенка, опора, защита, отдушина, подушка, как угодно можно это назвать. Я называю это теплом, я называю это душевностью, я называю это любовью. То есть встретить дело своей жизни, встретить свою любовь. Пожалуйста, если у кого есть мальчики, даже если у вас не мальчики, а девочки, даже если вы сами где-то немножко тревожитесь по поводу сегодняшнего своего положения, откройте эту книжку, прочитайте ее. Желаю вам успехов, дочитайте ее, пожалуйста, до конца, как сделала это я, если вам захочется это сделать, конечно. А я буду периодически о чем-нибудь вам рассказывать. И жду от вас вопросов, какие темы вам интересны, о чем бы вы хотели поговорить со мной. А я по возможности периодически буду вам об этом рассказывать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Клавенко.